Первым вопросом на повестке дня обсудили формат публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на последующие годы. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается провести обсуждение путём сбора писем и предложений. Для этого также, как и в прошлом году, будут работать специальные пункты, как в городе, так и в отдалённых районах Нефтекамска. Все письменные предложения, которые будут собираться в срок со дня оповещения о проведении публичных слушаний до дня их проведения, то есть это до 7 декабря, все предложения будут фиксироваться в журнале, в учётах предложений. Также на все предложения будут даны ответы и с учётом уже публичных слушаний вновь уже комиссии будут обсуждать проект бюджета. То есть вот таким образом предлагается провести публичные слушания. Об исполнении проектов по благоустройству Нефтекамска за этот год отчиталась начальник отдела жизнеобеспечения и благоустройства администрации Рима Зарипова. В рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды были выполнены работы в три этапа на сумму 70 миллионов рублей, обустроено более 7 тысяч квадратных метров общественного пространства. Ремонт тротуаров осуществлялся за счёт средств из муниципального бюджета. В рамках республиканской акции «Зелёная башкирия» было благоустроено пять городских аллей и высажено 345 деревьев. В рамках реализации программы «Жизнё и городская среда» завершена работа по реконструкции участка проспекта Юбилея, улицы Карцева, улицы Мухаммеда Ахмадеева и городская. Создача объекта в эксплуатации в городе увеличится протяженность дорог на 3170 метров и увеличится протяженность тротуаров на 6340 метров. Данный участок авто дороги будет оснащен современными остановочными комплексами закрытого типа. Также, и как на проспекте Комсомольском, установлены современные светящиеся опоры освещения в количестве 100 единиц, выполненные из композитных материалов. Постановлением администрации города от 15 декабря 2020 года утверждена муниципальная программа обеспечения жильём молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Поддержка таким семьям заключается в предоставлении социальных выплат, которые могут быть направлены на приобретение или строительство жилья, а также на погашение ипотеки. Можно подвести итог за 2021 год. 11 молодых семей получили меры социальной поддержки на общую сумму 9,9 миллионов рублей. Это в рамках федеральной целевой программы. Приведу показатели 2021 года в сравнении с показателем 2020 года. В 2020 году получили социальные выплаты 7 молодых семей в рамках федеральной целевой программы на общую сумму 7 миллионов рублей. В 2021 году, как уже было ранее отмечено, получили выплаты 11 семей на сумму 9,9 миллионов рублей. То есть у нас увеличение составило 4 семьи. На сегодняшний день Совет городского округа принял решение о внесении в генеральный план города изменений. Часть земель Музяковского и Кориевского сельсовета общей площадью более 600 гектаров было предложено передать из Краснокамского района в Нефтекамск. При разработке генпланов были выявлены несоответствия границ, внесенных в ЕГРН. Поэтому в связи с допущенной ошибкой необходимо изменить координаты границ городского округа. Однако депутаты единогласно поддержали только присоединение к городу земель Кориевского сельсовета. Принятие данного решения позволит реализовать задачи по передаче земель в целях развития территории городского округа города Нефтекамск, Республики Башкортостан, обеспечить земельными участками льготную категорию граждан городского округа, использовать земельные участки для муниципальных нужд в целях жилищного строительства, а также позволит привести в соответствии с законодательством о кадастровой деятельности границы городского округа города Нефтекамск, Республики Башкортостан. Принятие данного решения не повлечёт расходов местного бюджета. В завершении встречи народные избранники рассмотрели вопрос о присвоении новой улицы в микрорайоне Восточный-4 имени заслуженного работника лёгкой промышленности Российской Федерации Искандара Хусаинова, который долгие годы работал руководителем акционерного общества «Искош». Депутаты единогласно поддержали предложенный проект решения.